Здравствуйте, друзья. Пару дней назад сделал видео уличный термометр. И там использовал литий-ионные батареи для улицы. Ну, необходимо, короче говоря, эксперимент делать. Посмотреть, вот как ведёт при морозе. Обычно все батарейки плохо работают, очень плохо. А этот, вроде, должен поработать получше. И, кроме того, вот это побудило, мне это ещё эксперимент сделал, тут под видео. Сейчас покажу. Вот такой этот. Сейчас найду. Вот Александр Б. Написал, спешу вас огорчит ли он батареи, не любят мороза. У них из-за этого безвозвратно падает ёмкость. Но есть липол батареи, вот они лучше переносят мороз. Но у меня нету липол батареи, чтобы вот на них это делать. У меня то, что было, я на этом делал. И мне, вот я его ответил, что из питания делаю. Поместил в морозильку батарея. То есть, он как это написал, я думаю, надо всё равно попробовать, как литий-ионные батареи будут при морозе работать. И решил вот ещё одно видео сделать, попробовать, как это будет. Ну и кроме того, вот ещё, вот Ер Султан написал, покажите, как вывести на светодиодной матрице МАКС-7219. У меня готовый информер, как-то, были несколько штук изготовлены, помните, там лента называется. Он уже готовый, там ничего не надо делать, прямо туда скетч немножко поменять, туда и этот, будет как информер. Я решил так и поступить. То есть, так и вот это в морозильную камеру поместили, батарейку в морозильную камеру разместили, и получился такой результат. Он полностью заряжен был, 3,3 Волта. В течение сутки вот там держал, в течение сутки он понизился до 3,24, то есть 6 сотых Волта потерялся, как бы. И после этого установился на этой отметке и так и держится. Уже полдня я смотрю, больше не понижается. Вот я думаю, может и в несколько дней пускай там будет, посмотрю, как это будет. И видео сделал. Вот посмотрите, как это работает. Итак, друзья, сделал эксперимент на леонных батарейках и я сейчас хочу рассказать про этот эксперимент и показать результаты, какие. Это мое рабочее место. Вот я здесь информер подключил. Ну что-то плохо видно. Давай свет включу, чтобы было лучше видно, наверное. Так. То есть на этом информере сделал то, что на прошлом видео было, то есть получает данные от датчика, время показывает и напряжение показывает. В данный момент время 16.38 сейчас будет показываться. так. Сейчас через 20 секунд. Вот минус 15 Цельсий и 3,24 Волта. То есть вот этот сам датчик разместил в холодильник, в морозильную камеру и в течение сутки работает. Изначально было 3,3 Волта, потом очень быстро, вот до 3,24 дошло напряжение и остановилось. В данный момент уже, ну уже больше полдня там, как было, 3,24, вот так и остается. Так, вот так. Все это. Я думаю, вот в этом информере можно вообще-то сделать. Он уже готов и как-то здесь весит. И мне кажется, здесь я оставлю. И можно разные вещи сюда выводить. Если что, там быстро скетч поменять и будет показывать то, что хочу. Думаю, очень хорошо будет, удобно здесь, прямо над рабочим столом. Можно что-то сделать. Ну ладно. Это о будущем. В будущем это сделаю. Сейчас вот в данный момент вот результат теста вот такой. И то есть литий-ионный батарея минус 15 градусов. Вот такой результат в течение дня 0,06, 0,06 Волта. То есть 600 Волта уменьшился и так и держит напряжение. Не знаю, сколько будет это продолжаться. Но я думаю, может, вот сам эта коробочка, вот здесь у меня коробочка есть. Вот эту коробочку разместить и на улице вынести и посмотреть, сколько там будет на улице работать. Ну посмотрю. Это, наверное, после Нового года. Сейчас у меня другое видео уже делаю. Последнее. Вот это, после этого, последнее видео сделаю на этом году и тут закончится с этим. Ну ладно, остальные на компьютере объясню, как это все работает, как делаю. Итак, друзья. Так, вторично хочет. Так, теперь давайте вот покажу, вот как это сделал. Вот эта схема информера очень простая, вот эта. То есть вот эту схему подключить. Здесь только у меня два вот этой, две матрицы подключены. То есть здесь раз, два, три, четыре, еще четыре штуки отсюда. Последовательно соединить еще одну матрицу и будет все нормально. Теперь вот про батарею. Вот батарея такая, китайская, какая-то батарея, но, мне кажется, фирменная, хорошая батарея. Я его из блока питания, ноутбука вытаскал, там несколько штук, то ли шесть, то ли сколько, я не помню, у меня там лежит. Вот, типа такая батарея. И, я как понял, зависит еще от качества батарея. Вот при морозе, как будет работать. Некоторые очень хорошо работают, некоторые плохо работают. И поэтому решил попробовать, вот, как будет вести и сколько будет это работать. А тут, конечно, уже новые батареи вышли. Аккумуляторы, которые на морозе хорошо работают, но они очень дорогие. Я не знаю, наверное, нет смысла для датчика купить такие дорогие батареи. Так, теперь давайте в FL Pro объясню, как это все работает. Так, в FL Pro, вот, эта часть, вот, с прошлого видео, здесь уже рассказал, что как. Здесь немножко поменял, вот здесь были эти, сложение строк, убирал. Вот, подключил сюда перемени и отправил, где у меня вот эта бегущая строка. Вот здесь немножко о настройках расскажу. Так, так, здесь, отсюда задаем вот это значение. Вот если, так, отсюда можно значение яркости подавать, потом ширина букв, там промежуток между букв и 270. Это, то есть, вот, в таком положении, вот, ничего не надо менять. Так будет, как сейчас я сделал, так будет работать. Здесь лучше ничего не трогать. Так. Так. Теперь, отсюда, отсюда, отсюда задается, да, значение и высота и ширина, наверное, дисплея. То есть, здесь тоже ничего не надо менять. Сейчас, здесь. То есть, ничего не трогать, если у вас будет, вот, как у меня, вот, должен все это работать. Ну, здесь, мне кажется, вот, значение, наверное, 64 надо, у меня там 64 пикселя, но здесь 32, но работает и работает, наверное, ничего не надо. Так. И отсюда, вот, где 25, это скорость. То есть, вот этот, который я поставил, 25, это скорость для меня самая оптимальная. Если хотите, чтобы медленно вращался, вот эта бегущая строка, здесь увеличить цифру до 50. Если хотите быстро, уменьшайте вот это число, и будет меньше. Так, потом, еще, здесь что. А, и отсюда яркость. У меня яркость на полной мощности 15. Если хотите, яркость уменьшить, вот отсюда яркость можно уменьшить. И все, остальные все, я думаю. Ну, отсюда задаем вот этот вход. Да, немножко еще вот это. Чтобы у нас работал в статическом режиме, вот надо на X вход 0 подавать. То есть, вот когда часы у меня переключаются, вот это 0 сюда подается. Если вот этот переключатель переключается сюда, вот это уже движение. То есть, вот отсюда уже, получается, двигается экран. Если на 0, вот статика будет. И отсюда время, вот здесь переключатель тоже. Когда статический режим, вот на времени стоит. Вход сюда, в дисплея, вот время подается. Если динамический режим подключается. Вот это переключатель сюда, отсюда температура. Потом, вот это заряд батарея. То есть, будет показывать. Ну, здесь это сложение строк. И сюда опять на вход подается. Вот таким образом это все работает. Я думаю, если время найду. Как уже сказал, вот эту все схему в коробочку, которую показал. Туда сложу и на улицу. И пускай работает. Посмотрим зимой, сколько будет работать. Потом как-нибудь, вот если какие-то результаты будут, потом как-нибудь сообщу об этом. Так, вроде все. Уже этот год заканчивается. Я думаю, вот это еще одно видео. Вот сейчас подготавливаю. Через пару дней будет на канале интересное видео будет. И поздравление Новым Годом. В наступающем будет. Так что, вот через пару дней опять встретимся. А потом, после Нового Года, уже Новый Год. И новые проблемы, новые решения, новые работы будут. Ну, ладно. Спасибо за внимание. До свидания.